Устами младенца глаголит истина, говорит народная мудрость. И это полностью подтвердили работы участников выставки. Такая тема, как Чернобыль, показалась в виде самых разных символов в творениях авторов. Удивляло другое, как дети, которые, к счастью, не узнали этого горя, смогли так тонко прочувствовать и передать свои мысли с помощью рисунков. Для этого был и стимул. Работы юных художников будут использованы в спектакле про Чернобыль Свободного театра Крылых Алопа. Мы работаем над спектаклем на тему Чернобыль и детская выставка, детские рисунки, то есть их выражение, видение этой проблемы были задуманы как часть спектакля. И, в общем-то, как результат, мы не предполагали изначально физическую выставку, то есть где-то. Просто нам как-то очень повезло, что Тележмитаж согласился все это организовать. И так хорошо. Торжественное открытие стало точкой отсчета выставки. Под бурные овации разрезали ленту те, кто сегодня вместе с родителями пришел порадоваться успехом коллег. Чтобы прикоснуться к искусству, оценить свои работы и работы сверстников, получить желание творить, были все шансы. Это, в первую очередь, помощь молодым художникам, помощь на данное мероприятие. Это помощь детям, которые участвуют в конкурсе, которые очень ждут, наверное, какого-то открытия торжественного, потому что это для них очень важно. Человечество пока не разгадало загадку, что вдохновляет некоторых его представителей на создание уникальных шедевров искусства. То, что в итоге появляется на полотнах, заставляет не только восхищаться, но и удивляться, насколько эти работы разнообразны, содержательны и идейны. Несмотря на столь юный возраст участников, их видение – трагедия разнопланова, но они несут важную мысль. Такое горе не должно повториться. Я нарисовала дом, в котором очень много дырок, и машина побитая, побитые стекла, там, ну, все побитое. Прекрасно, что участвовали в этом дети, потому что их видение, оно неподдельно, настоящее, от души. И хорошо, что затронута именно данная тема. Работу участников выставки оценивала компетентная жюри и в числа художников города. Они вынесли свой вердикт. Лучшие детские произведения награждены ценными призами. Но на этом сюрпризы не закончились. Красочное шоу мыльных пузырей не оставило равнодушными даже взрослых. А сладкий стол подарил мгновение счастья каждому гостю праздника. Субтитры создавал DimaTorzok